Научный консорциум в старой парадигме строится на позициях определенного лидера. Я считаю, что лидером быть в новой ситуации, в новых принципах организации жизни мира, ситуация эта не работает. Это будет, скорее всего, коллегиальное, коалиционное управление. Например, вы знали, что в республике Боснии и Версеголина три президента. Я, наверное, не знал. У них их три. То есть, для того, что, скорее всего, мы будем делать децентрализованную платформу, форматы взаимодействия, управление самоорганизацией надо будет выстраивать, так и говоря. Я не хочу попасть под диктатку ни академической мафии, ни под диктатку саможих компаний. Значит, мировых могут сохранить этику эксперта, этику ученого и найти принцип самоорганизации, разумный, эффективный. То есть, я правильно понимаю, что сейчас мы на фазе, скажем, формирования некого сообщества, из которого потом с вами родится, потому что, ну, обычный консорциум? Да. На сегодняшний день консорциум завершены, как я считаю, ключевые, как минимум, ключевые игроки научного факультета в стоящем развитии. Первое. Это комиссия Моисеева-Ранку, стоящего на среднем академике Моисеева. Первое. Второе. Это Российская инженерная академия, деятели, которые там занимаются с этим вопросом. Третье. Это школа устойчивого развития города Дубны, профессора Борщакова, который, к сожалению, недавно скончался. И не услышал моего предложения сделать москвитериал, чтобы его наследие не пропало. И прочие организации, уважаемые, надеюсь, что мы привлечем на эти, значит, как минимум, академический уровень. Дальше. На уровне компонента искусства интеллекта и информационной сферы. Я намерен привлечь ведущие институты в России, РАН, по учреждениям технологий, ведущих разработчиков искусственного интеллекта в России. И они же являются ведущими разработчиками в мире. Сюда же я приглашу людей, кто занимается регуляторикой искусственного интеллекта в России, опять же. То есть мы будем работать в формате научно-практического подхода. Я бы даже сказал. Практика методологического подхода. Сергей Владимирович, можно мне минуточку? Да. Меня зовут Александр. Значит, вот если я правильно понял, Сергей, вы сказали, что научный конструкциум, слово научный будет означать как высшая форма объективного подхода. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот познание окружающего мира и человека самого себя – это существует три метода. Научный метод, религиозный метод и искусство, которые совершенно разные. И религиозный, тем самым, и способ через искусство познавания мира в этом не будет. Значит, в чем тогда объективность-то? И тем более, сейчас философами уже на сегодняшний день признано, я одно предложение закончу, что все эти три метода познания пришли к тупику полнейшему. Вот вопрос. Отвечаю наш вопрос. Как молодой практикующий ученый, при этом практик, как человек, который стремится к объективному мышлению, я не могу исключать религиозное познание мира. Я допускаю множество мира. Я допускаю это. При всем при этом, полагаться на определенные методики можно лишь понять, что они действенные. Если в рамках, скажем так, все-таки научного подхода, ненаучные люди, лишенные научных званий, покажут методы, они окажутся эффективными, то мы поможем его описать научным языком. То есть научной логике. Я понимаю ваш вопрос. Выступая на одной конференции, когда себя в городе Дубне на конференцию и сказали, Сергей, кто ты такой? Ты даже не кандидат наук. Она говорит, профессор, академики учатся. Она говорит, ты меньше докладно, понимаешь? То есть в этой ситуации я прекрасно понимаю, я понимаю академическую мафию, я прошу прощения, я к слову потом выдержу. Прям все искусства еще. Я понимаю, следующее, что я являюсь техническим редактором, предположим, трех эффективных монографий. Я понимаю степень париативности и осталось от жизни современных текстов экономистов, которые боятся интернета, да? Все понимаю. Поэтому вопросы по эффективности и соответствию здравому смыслу подходов они будут осматриваться без академизма, одна крайность, и при этом без разгуляя поля другой крайности, где приходит человек, значит, говорит, что не упрямая связь с Богом, он только что поговорил, если ему поверить на слово, получается, что он Иисус Христос. Скорее всего, это не так. Поэтому нужен уже какой-то разумный баланс. Надеюсь, что мы его удержим. Поэтому, именно поэтому я не ограничиваю академическими структурами, более того, что для этого есть специальная структура, называется трансдисциплинарная общественно-научная трибуна. Трансдисциплинарность – это новое слово, это, ну, как новое, его в ЮНЕСКО считает походом 21 века в науке, когда это следующая степень интеграции наук после МЕСКО. Когда слово «развитие» одинаково понимают историк, астроном, биофизик и учитель истории. То есть, вот эта вот новая степень интеграции будет отрабатываться на формате этой организации. Первое, второе, организационные партнеры, указанные мной выше, блок национальных интересов России, и, как мне кажется, нужно, так сказать, пересобираться отдельно, и для этого есть своя структура. И представитель, что эта структура присутствует сегодня в этом зале, он сам себя объявит. То есть, мы будем говорить все о таком концептичности развития. То есть, национальные интересы на Россию неусловные, глобальная модель мира, то же самое, концентрация кругов, смысл будет происходить в плане науки. Супобо научные подходы, подходы, так сказать, окронаучные, но не антинаучные. Может быть, паранаучные, ну и так дальше. Хорошо. Я хочу, властью, данной мне от Бога, объявить в консорциуме себя сторонником фракции искусства. Прошу присоединяться. Только искусство или... Искусство, искусство. Коллеги, давайте посерьезно. Нет, давайте посерьезно. Уже нашли одного суда. Значит, который... Еще... Еще не сходи ровно. Человек уже теряет у себя себя. Означает, я сяду, непонимание глобальности. Товарищи, давайте посерьезно. Давайте доклад. Сергей. Следующий вопрос Терехина. Скажите, пожалуйста. Терехин. Алексей Терехин. Это вы. Да, это я. Кто адресат продукции консорциума? Это первый вопрос. И самое... Как предполагается, на ваш взгляд, финансирование этой работы? Начну с больного. С финансирования. Я надеюсь, что через год работы мы сможем выйти на научные гранты, получать их, на разработку, стать заметным явлением в научной жизни и получать гранты на разработку этих идей. Первое. Второе. Упомянутые мною в качестве рецепиентов устойчивого развития крупные компании, глобальные компании, в рамках так называемой корпоративной социальной ответственности разрабатывают эти подводы. то есть они являются получателями, значит, заинтересантами в разработке предполных моделей. Это вторая часть ответа на ваш вопрос. Первая часть по поводу... Ну, вопрос был, тому это надо. Надо. Да. Я рассчитываю, что через год, а лучше два, мы сможем предложить миру, как глобальную российскую инициативу, модель, которая создана в России. Я считаю, что, сказать, мы способны сделать модель на уровне ученых Евразии, потому что Россия одна не спасется, потому что это четко понимать, как вы дали. Значит, рецепентом будет, думаю, года через два, поймайте меня на столе, если будет не так, в ООН будет представлена данная редакция, данная металлургическая, сказать, база. Она будет проходить, скорее всего, в обрабацию и, значит, борьбу на уровне международных договоров еще года два-три. Соответственно, к этому году мы будем иметь утвержденную теорию, практику реализации новых подходов. Опять же, российские, вы будете смеяться, дело в том, что эти ложные ущербные цели устойчивого развития вписаны и соответствуют, например, национальным проектам России. Дело в том, что разработчик, податель всей аналитической записки, которая, ну, с тех же точекого развития, один профессор МГУ, например, выявил несоответствие целей, но подал благостный отчет, сказать, в структуру аналитическую петровичную Россию. Потом глава этой структуры стал вдруг неожиданно министром Российской Федерации. То есть уровень преграбновения этих подходов в государство крайне высок, хочу вам сказать. Поэтому государство тоже является заинтересантом но здравых, нормальных научных подходов. Пожалуйста. Вот просто повторите, пожалуйста, первый уровень из вот этих подходов, там его седьмой назвали, там, по-моему, организационные интересы, первый я что-то прослушу. Первый? Да, главный такой вот уровень. Когда вы сказали, что дедуктивный подход и все такое, и дальше начали по уровням рассматривать методологии, вот первый вот этот уровень. Ну, первый уровень это, как раз, наверное, есть методология познания, методология понимания реальности. Ну, понятно. Я думаю, что он даже не первый. Если честно, уже поступило несколько договоров ко мне, и люди просятся поговорить о смыслах. То есть на уровне антопологической модели, собственно говоря, ради чего, а что, собственно говоря, а это уже выкатываю, я извиняюсь, в метафизику. Нет, но вот этот вопрос мы будем просматривать. Конечно. Мы с этого начинаем. Знаешь что, в правду этого блока мы делаем несколько операций. мы уходим в подсистему и в надсистему. То есть мы будем обязаны эти вопросы рассмотреть. Иначе мы получим вероятность. Давайте мы на доклад перейдем. Предлагаем передать к докладу. Я уже чуть подустал. Надеюсь, что на уровне организационного понимания основные вопросы все равно озвучены. Вопросы, так сказать, частного порядка, преподобного порядка. Обращайтесь, я как админатор проекта надеюсь, что смогу ответить на эти вопросы.